Дайджест недвижимости Напомню, по данным аналитиков агентства, в марте этого года объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного показателя в 150 миллиардов рублей. Годом ранее граждане оформили жилищных кредитов на 119 миллиардов. Достижение рекордных объемов кредитования способствовало удешевление ипотеки, полагают эксперты. В конце февраля-начале марта сразу несколько крупнейших игроков, в том числе и ЖК, резко снизили процентные ставки. В результате средневзвешенная ипотечная ставка по 15 крупнейшим игрокам на рынке составила 10,65% годовых. Дайджест недвижимости После майских праздников часть домов в Кирове останется без света. Плановые отключения электроснабжения запланированы на среду 10 мая, говорится в сообщении на сайте городской администрации. Работы предприятия «Горэлектросеть» затронут разные районы Кирова – Нововятский, Филейку, Центр города, район Автовокзала и Коминтерн. О плановых отключениях предупреждают жителей улиц Подгорной, Олега Кашевого, Луганской, Труда, Мопра, Азина, Некрасова, Горького и других. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте мэрии. Там же указано время проведения работ. Дайджест недвижимости Столица России вошла в мировой топ-10 по ценам на элитную недвижимость. Москва заняла восьмую строчку рейтинга с ценой почти 12 тысяч евро за квадратный метр. Эксперты ориентировались по ценам на жилье премиум-класса на вторичном рынке. Согласно аналогичному рейтингу прошлого года, цены в столице выросли более чем на четверть. Лидером в данном рейтинге стало княжество Монако. По сравнению с прошлым годом, цены на недвижимость здесь выросли почти в два раза. Квадрат стоит порядка 41,5 тысячи евро. На втором и третьем месте оказались азиатские Гонконг и Токио. В первую пятерку также вошли Лондон и Нью-Йорк. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости